Экспресс-макияж для корпоратива. Так звучит тема сегодняшней беседы. Доброе утро! Доброе утро! Сегодня будем делать из Оли такую красавицу на корпоратив. Половину лица я уже подготовила до эфира, чтобы была понятна разница между тем, к чему мы идем. Даже вот сейчас на экране видно, насколько отличаются глаза. Хотя мы будем использовать буквально всего несколько срез для того, чтобы привести себя в порядок. Сеня, а чем отличается экспресс-макияж от полноценного макияжа? Основные отличия? Используем косметических средств по минимуму, но при этом делаем все качественно. И по времени у нас на все про все уходит минут 15-20. Вот. Но будет точно так же полноценный макияж. Сначала сделали коррекцию лица. Все, как я уже периодически показываю, наносим румяна. Мы должны понимать, что база-то все равно есть. То есть тональное средство, пудра. Да, вот перед тем, как выйти в студию, конечно, подготовили, нанесли базу. Тон припудрили Олю и подготовили бровь. Потому что это, ну, немножечко такие вещи, которые действительно затратные по времени. На них уходит минут 10. А вот на все остальное как раз и уходит минут 5-7. Дальше что мы делаем? Беру. Буду использовать два пигмента. Один светлее, другой темнее. Буду использовать нейтральный оттенок пигментов для того, чтобы абсолютно под любой наряд можно было применить такой макияж. Более светлый пигмент я выкладываю на внутренний уголок. На глазах я уже, открывай, вот, да, нанесла базу под пени для того, чтобы у нас все это держалось максимально долго и эффективно. Помимо того, что я наношу пигмент на внутренний уголок, также я его наношу под бровь для того, чтобы у нас создавалось такое красивое свечение. И также, выбрав правильный оттенок пигмента, такой нейтральный бежевый, этот пигмент можно еще использовать в качестве хайлайтера. Пигмент – это рассыпчатые тени. У многих обычно возникает вопрос, что это такое. И не для всех понятно, что пигмент – это действительно именно рассыпчатые тени. Но помимо самого пигмента рассыпчатых теней, можно использовать также и обычные прессованные тени нейтральных оттенков. Вот я выбрала такой серо-коричневый, который подойдет абсолютно под все оттенки глаз. А что мы называем нейтральными цветами? Кроме серо-коричневого, что может к этому еще относиться? Нейтральные тоже, просто серые, темно-коричневые. Также можно использовать и… Здесь вот больше такие нейтральные оттенки, именно серо-коричневые, для того, чтобы в приглушенном свете все это выглядело очень достойно. Либо можно использовать также темно-зеленый, темно-синий, который практически черных цветов. Здесь мы делаем более такой деликатный вариант. Вот, уже нанеся пигмент на подвижное веко, я его немного оттушевываю под бровное пространство. Прелесть такого оттенка в том, что даже если вы там не суперэксперт визажа, немножечко вы можете там, конечно, схалтурить, не туда увести оттенок. Это будет все смотреться очень красиво, при всем при этом. Каких-то вот глобальных растушевок делать не надо. Буквально там незамысловатые движения, оттягивания теней в сторону подбровного пространства, проработка нижнего ресничного ряда, все. У нас уже, в принципе, все готово. Остается… Сколько такой макияж будет держаться? Он все-таки экспресс. Хороший вопрос. На самом деле будет держаться долго, все зависит от того, насколько правильной выбрать базу под тени. Здесь еще надо правильно расставить акценты. Если вы посмотрите на левый глаз у Ольги, реснички гораздо длиннее. У нас еще и ресницы заранее были прокрашены. Если бы не было накрашенных ресниц, вообще было бы заметно, насколько какая разница между тем, что было, тем, что есть. Я беру реснички. Такие реснички – это буквально половинка от линейных ресниц. И получается, что абсолютно любой такой вариант может приклеить себе реснички. Самый вообще элементарнейший вариант мы на внешний уголок приклеиваем. Держим буквально там несколько секунд, и у нас все это очень хорошо схватывается. И глаза превращаются в очи. В очи. Остается нам только воспользоваться подводкой, причем здесь тоже не надо быть суперэкспертом. Достаточно проработать всего лишь ресничный ряд. И у нас глаз уже будет более выделенный, очерченный. Открываем. Смотри вниз. Немножечко утолщаем у внешнего уголка стрелочку. Вот. Уже получается такой более выразительный. И нам остается добавить всего лишь помаду. Тут тоже, насколько вы любите, более яркий вариант. Или же, наоборот, более деликатный. Если у вас, наоборот, такой нейтральный наряд, одежда, что-то в светлых оттенках, можно выбрать светлую помаду. Как раз вот здесь вот я, Оля, уже одну половину прокрасила такой светло-розовой помадой. Но здесь также подойдет. И достаточно такие очень смелые оттенки, бордовые. Тут прям под любой цвет одежды подойдет. Ксения, ведь на корпоративах люди очень много фотографируются. Такой макияж как будет на фото выглядеть? Вот такой макияж, за счет того, что тени у нас имеют такой красивый цвет металлик, будет на фотографии смотреться очень красиво. Потому что, в принципе, глаза выразительные. Здесь еще стоит отметить, что коррекцию лица, скульптурирование, проработку именно подсколовую коррекцию, когда мы делали, надо делать немножечко поярче, для того, чтобы на фотографиях все это смотрелось достойно. И вот такой вариант макияжа будет, правда, на фотографиях выглядеть очень красиво. Потому что все-таки на корпоративах всегда присутствует фотограф. То же самое селфи можно сделать. Это все будет выглядеть прям очень красиво. Вот, без особых усилий мы сделали такой прекрасный макияж. Мне кажется, очень достойный. Очень быстро, очень эффектно и очень красиво. Так что всем милым дамам, которые сегодня смотрят нашу программу, мы желаем самых потрясающих корпоративов в этом новогоднем сезоне. Будьте красавицами, умницами. И, конечно, берите на вооружение те советы, которые Ксения озвучивает в нашем эфире. Ксения Карклина, стилист и визажист, бьюти-эксперт нового утра. Сегодня поговорили, как сделать экспресс-макияж для корпоратива. С наступающим праздником! Спасибо!